Я не знаю, как вы, друзья, но я не могу себе представить и вообразить, что уже 25 лет прошло с того момента, как мы увидели этих трёх замечательных, потрясающих девушек, услышали чудесные голоса, и появились те самые песни, под которые мы и плакали, и смеялись, и влюблялись, и делаем это по сей день. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. У нас сегодня в гостях группа «Лицей». Ваши бурные овации. Анастасия Бакаревич, конечно. Анастасия Березовская. Есть у нас ещё Софья Тайк, которая в пути, она обязательно появится, место уже готово, микрофонное тоже ждёт. Так что, Софья, если нас слышишь, давай поторапливайся скорее. Девочки, спасибо вам огромное. Спасибо, привет огромный. Настя, ну, 25 лет, вот глядя на тебя, вообще никто не может поверить. Я представляю, сейчас многие, кто не считал. Как 25? Неужели 25? Это что? Ну, а у тебя ощущения какие, скажут? Ты как-то это число, цифру эту в голове, у тебя складывается? Пока не очень, но на самом деле, вот да, так получилось, что когда всё начиналось, то мы и подумать не могли, что когда-нибудь отпраздноваем такую замечательную дату. Мне кажется, для группы действительно прекрасный юбилей, прекрасное событие. Абсолютно, конечно. Это такое уже, в хорошем смысле, долголетие, долгожитие. Ну и, конечно, ребята, друзья наши, зрители... Там расцвет. Абсолютно точно, 25 лет. Для девушек что это? Самый прекрасный возраст. Конечно, юбилей, не просто так себе юбилей, будет празднование, правильное, настоящее. Как группа празднует концертом, встречаемся со своими поклонниками. И вот о событии, которое уже случится завтра, 31 августа. Девчонки, ну рассказывайте подробно, где, как, куда, во сколько сборы, что с собой нести, цветы, подарки, какие же дома. Да, у меня одна поклонница говорит, а можно с мягкой игрушкой прийти и кинуть? Боже, это много с мягкой. Только нет. У меня их столько. Да, дорогие друзья, завтра будет большой праздничный юбилейный концерт. Состоится он в глав клабе Green Concert. Это бывшая Yota Space. Да, кто-то помнит еще это. Место, да, 8 часов вечера. Всех желающих очень-очень ждем, будет большой живой концерт, все самые лучшие песни за 25 лет. 9 альбомов, Настя, сколько вы сможете вести? Ну все 9 не споем, конечно, но программа большая. Вчера, как раз, у нас был генпрогон. Все, прошли. Сколько это, часов 6 мы репетировали? Репетировали, часов 6, да. Да, песен 25 как раз, как и лет, все так подобрано очень грамотно. И действительно, из всех альбомов, мне кажется, самое лучшее мы выбрали для наших поклонников. Так что приходите завтра. Что в качестве подарка можно вам нести, ну вот тем самым истинным преданным, которые прям любят, любят, любят группу лицей? Ну, самый главный подарок это ваше присутствие, так что если вы придете и поддержите нас, мы будем счастливы. Ну а если кто-то все-таки захочет сделать подарок, ну так, ну что, давайте прямо. Ну, захочет, пожалуйста. Так, ну и что? Что это может быть? Что это может быть? Машина, квартира, шуба. Это раз. Само собой разумеется, да. Причем в данном случае подарки принимаются круглосуточно, надо уточнить, да, действительно. Каждый. Каждый. Вот, прекрасно. Главное, чтобы от души и от всего, от чистого сердца. Конечно, друзья, мы всех очень ждем, если вы придете, это будет действительно самый важный, главный подарок для нас завтра в 8 вечера главклаб, прин, консорт, будет очень много гостей. Вот прям ты, да, переделывая меня, как раз хотела и задать этот вопрос, ведь такой юбилей принято, обязательно приглашать каких-то гостей. Будем раскрывать секрет каких-нибудь пару имен? Ну, вернее, даже не очень много, но такие очень важные, значимые для нас люди. Ну, а иначе вы как успеете спеть, если очень много их будет, конечно. Да. Будет Алексей Романов, группа «Воскресенье», легендарный, да, человек. Ну, собственно говоря, наверное, благодаря его песням, когда-то и началась наша история. Да, конечно, люди узнали, масса. Потому что и отец Алексей Макаревич, который был нашим продюсером, собственно говоря, сам когда-то играл и «Воскресенье», и, в общем, с Лешных песен мы и начали свою деятельность, как бы они задали такой тон. И, естественно, будут музыкальные подарки с его стороны, да, я думаю. А вы тоже исполните, кстати, эти песни? Да, мы спаем вместе с Лешей, да. Ну, в общем, приходите, пусть это будет сюрпризом. Обязательно. Ну, хорошо, тогда же, наверное, должен быть выпуск какого-нибудь альбома. Или пока... Альбом, да. Альбом, он готовится, но, я думаю, скорее всего, осенью появится. Вот почти готов. Действительно, вот за последнее время накопился материал, песни, которые мы записывали в виде синглов. Также новые произведения искусства. Вот, недавние песни, которые мы записали, фотографии, синоптики туда войдут. Вот, ну, вот, я думаю, где-то осенью будет такой юбилейный альбом. Ура! Ждем, отлично. Настя, ну, мы тогда будем вас ждать с презентации альбома. У нас в программе концертный зал. Пообещайте, пожалуйста, что вы обязательно придете. Мы сейчас прервемся совсем ненадолго. И после этого, конечно, продолжим общаться с группой Лицея. Оставайтесь с нами. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, у нас в гостях сегодня группа «Лицей». 25 лет отмечаем. Вот в узком кругу Анастасия Макаревича, Анастасия Березовская и Софья Тех, которые в пути. И скоро обязательно будет завтра у девчонок концерт в главклуб «Грин Концерт». Да, площадка называется. Это бывший «Йота Спейс Клуб». В 8 вечера. В общем, обязательно как-то спланируйте так, чтобы оказаться на этом мероприятии. Потому что, безусловно, живой концерт, да, это команда большая. Сколько там сейчас у вас человек, сколько вам помогают? Да, у нас сейчас сложился прекрасный коллективчик. Сколько нас? Много. У нас много гитар. У нас будет два соло-гитариста. Ну, собственно, мы с тремя гитарами. Прекрасная бас-гитаристка у нас. Девушка тоже, да? Да. Барабаны, клавишные. Ну, в общем, такой коллективчик подобрался. Вообще еще будут дополнительные секции музыкантов. Я вчера пришла как раз на генеральный прогон, и у меня было такое ощущение, что я попала куда-то не туда. Там чуть только слоны с верблюдами не ходили. Там были какие-то люди. Кто-то пилихал на скрипках, кто-то еще что-то. Все там разыгрались. Я подумала, ничего себе. И тогда мне пробило от масштаба, который ждет нас завтра, друзья. Так что вы не должны это пропустить. Да, будет струнное трио, и, в общем, ты будешь нарядным. Вот за это отдельное спасибо. Это просто отлично. Девочки, у вас какая песня самая любимая? Из репертуара группа «Лицей» есть такая? Или все песни «Дети наши» и т.д. и т.п. услышу? У меня есть, да, любимая песня. Это она «Расставание». Я хотела ее включить в программу, но кто-то мне сказал, что она занудная какая-то. Вот так всегда с любимыми песнями. И что? И это тебя остановило? Ну, посмотрим. Может быть, куплетик спою. Те, кто будут присутствовать на концерте, кричите залом, хором на «Расставание». Настя, у тебя. У меня много любимых песен, на самом деле. И благодаря, конечно, и Лешу Романову тоже. То есть все вот эти роковые моменты. Поближе к микрофону. Мне очень нравится. Песня «Хороший парень», песня про лето, да? Вот мы выясняли еще, что у нас есть песни на все случаи жизни, на все времена года. Про лето, про осень, про зиму. Вот мне все они тоже очень нравятся. Как вы думаете, сколько раз завтра песня «Осень» прозвучит? Или все зависит больше от активности поклонников? Нет, на самом деле, действительно, у нас большая такая программа. 25 песен. Песня «Осень» обязательно прозвучит. Один раз. Как минимум. Ну, и если только на без. Символично получился, конечно, концерт накануне, накануне осени, в следующий день лета. Я эту песню вашу обожаю, люблю, и еще со школьной скамьи, и правда, я не раз срыдала под нее, как-то так в детстве все это происходило. Вам она близка, любима? Или есть уже такой момент, что поднадоела? И вы всегда говорите, что «Осень», у нас очень много других хороших песен, не только этой песней. Ну, конечно, это знаковая песня для нашего коллектива, и, безусловно, на всех концертах мы ее поем. В основном она исполняется последней. И поем всем залам. Публика на фике. Да, и, конечно, очень приятно, что любят, поют, ставят слова даже совсем маленькие детки, которые не выросли, а еще растут в наших песнях. И у нас был такой случай, когда мы решили а-ля Rolling Stones спеть ее первой, как они Satisfaction на концерте. Спели осень. Тогда пришлось ее петь дважды, да, и в конце еще раз. Ну, естественно, конечно, как же публика еще и еще хочет, теперь уже насладившись этим. Настя, а будут ли кто-то из прежних участниц поздравлять вас завтра, присутствовать на концерте? Ну, мы пригласили Изольду, не знаю, обещалось быть, там посмотрим. Ну, да, понятно. Ваше дело предложить, а там, конечно, уже люди сами, да, выбираются для себя, вот эту вещь. Что касается концертов, дальше вы куда-то отправитесь, девочки, уже известно, или поклонникам сидеть на вашем сайте в соцсетях и ловить информацию? Нет, конечно, например, ну, вот с юбилейным концертом мы еще выступим в Питере. Когда? Скорее всего, это случится 29 сентября. Так, ну это уже скоро, уже питерские жители могут собираться, да. Аврора Холл, да? Аврора Холл, так что всех ждем. Вот с этим же юбилейным концертом приедем в Питер, у-у-у, зажигать. Ну, а так сейчас грядут дни городов, вот 9-го отправляемся в Нягонь. В Нягонь. До встречи. До встречи. 10-го, день Москвы, тоже будем надеяться на встречу. Москвы, Нягонь. Ну, и весь гастрольный график за вами следить, это в соцсети, я так понимаю, да? На сайте есть точно макаревичлицей.ру. Кстати, вот про название, Настя, правильно сейчас представлять группу Анастасии Макаревич и группы Лицей? Да, ну, так случилось, что несколько лет назад мне стало моего отца, нашего продюсера, и, в общем-то, какие-то основные такие движущие вперед функции я взяла на себя. Ну, и, собственно говоря, вот, да, уже 25 лет с краснознамённым коллективом Лицей, никогда ему не изменяла, и, собственно говоря, это большая часть моей жизни. Это и есть моя жизнь. Настя, а как тебе кажется, вот пока, если так вспомнить, быстренько пробежаться по этим 25 годам, вот самый яркий какой-то год или, может быть, одно из самых ярких событий для группы Лицей, что это может быть? Их очень много событий, и они как-то всплывают в памяти периодически. В хаосичном порядке. Ну, вообще, когда ты выходишь на сцену, и клика, которая тебя ждёт и радостно встречает, это самые, наверное, счастливые, яркие моменты в нашей жизни. И, конечно, они все откладываются в памяти, ну, это те эмоции и ощущения, ради которых артист и живёт. Это, наверное, самое, самое клёвое, что может быть. Друзья, вот завтра будет прекрасная возможность обменяться нам с вами эмоциями с любимой нашей группой, группой Лицей на своём концерте. Прервёмся совсем ненадолго. Кстати, после рекламы у нас будет клип, группа Лицей, фотография. Оставайтесь с нами. Время и память наших тёплых объятиях. Продолжение следует... В песках у моря счастье живёт. Забыть тебя мне не даёт. Продолжение следует... Замирает время здесь и сейчас. Продолжение следует... Снова будет лето только для нас. Продолжение следует... 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 вот был красненький красивый ну ничего да вернули вернули наши панаты всегда возвращает в последствии может это вылиться либо какой-то клип специальную нарезку но в общем в любом случае в интернете слава делаем такие видео из каждого города на памяти выкладываем на наших страничках остается такая память прекрасная совсем уже у девочек спросили у тебя любимая песня группа лицей как неожиданно придется отдуваться какое-то время да нет 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 у меня все конечно любимые песни но особенно любимые которые я исполняю сольно в общем это можно понять да 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 вот когда-то я исполняла лей дождь красная песня прекрасная композиция досталась мне после изольды потом я исполняла в эквестивном раю как раз мы идем и исполнили микрофончик говори пожалуйста а не слышно как раз ее мы исполним на концерте со струнным трио просто до мурашек музыка прямо настоящая настоящая значит у тебя будут сольные песни насколько мы поняли настя у тебя к насти березовской обращать для тех кто нас не смотрит а слушает комментировать приходится да ну не такой может большой багаж именно сольных песен но любимых много а сольно я буду исполнять песню андрюша морсина планета 5 которая мне тоже очень нравится даже не потому что я ее пою потому что просто реально очень классная какая-то скромная настя насколько я понимаю мы все должны прерваться на совсем ненадолго да ребята оставайтесь обязательно с нами потому что а очень скоро мы с удовольствием предложим вашему вниманию посмотреть как проходили репетиции к юбилейному концерту группы лицея это значит такая история святая святых да у нас прям уникальная эксклюзивная просто абсолютно съемка оставайтесь с нами страна fm вернемся телерадиоканал страна fm 1 на всю страну и группы лицея у нас с вами друзья одна на всю страну 25 лет уже исполнилось этой группе да конечно я понимаю что не верится но это так очень красивая дата красивая такая цифра и завтра концерт 31 августа клуб глав клуб гри 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 консерта это спейс выше 8 вечера начала сольный концерт естественно все живая музыка все девчонки у нас все знают играют на гитаре а вторая настя визовской тоже софи тоже говорят да хорошо играют на гитаре говорят умеется к этому в общем обещали мы показать нашим зрителям и дать возможность послушать нашим слушателям фрагмент репетиции группы лицея так что давайте посмотрим как это все происходило а естественно фрагмент звуком картинку нам покажите отлично похоже вот прям почти клип готовый между прочим уже а звука нет а это вот будет группа старый приятель александр зарецкий с нами тоже выступать слова еще не выучил это очень плохо я надеюсь он выступил и выучил завтрашним днем по бумажке не солидно конечно же репетиция белые рубашки джинсы круто вы завтра будете в этом на сцене у нас будет несколько смен порядок но один из конечно такой неотъемлемый атрибут нашего имиджа джинсы рубахи где репетиции проходят девчонки у вас что это за съемные базы и которые мы арендуем и класса так сейчас многие делают спасибо большое нашим операторам за подготовленную теперь все видите да все серьезно действительно вот вчера девочки 6 часов репетировали сейчас ночи только разошлись еле-еле что называется душа в стиле что касается костюмов насти есть у вас какие-то стилисты кто кто сегодня занимался подготовкой концерту выбирал наряды образы стиле но подготовка и концерту занимались в основном мы сами мы вообще это любим у нас перед каждым концертом такое совещание в чем чем будем в чем да 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 коллажи что кто когда куда на самом деле да опыт уже большой и поэтому наверное лучше чем мы никто нас и не почувствует хотя конечно сотрудничаем если какие-то съемки или это каких-то журналов то но всегда очень недовольны конечно довольным больше собой все понятно настя березовская и софи к вам обращаюсь конечно я должна спросить вот скажите пожалуйста вы все таки не 25 лет в группе находитесь для кого это не секрет ну вот вы чувствуете какой-то прессинг со стороны анастасии бакаревич может быть какое-то такое дедовщину конечно наказывают каждую встречу ты опоздала на полчаса не первый раз да вот что можно сказать по этому поводу какой она вот руководитель ход урок расскажи нет настя требовательная настя знает как должно звучать настя знает как должно быть организовано то есть у нее большая конечно школа большой опыт но мы-то тоже в коллективе вот я 15 лет настя 10 лет поэтому с перерывами но без этого поэтому уже в общем-то коллектив уже сработался понятно мне кажется еще тут важную часть играет собственное какое-то сознание до своей причастности к делу и что ты можешь этому дать вот вчера репетиция показала что поскольку действительно у настя очень много всего нужно сейчас решать в голове я не представляю конечно это тяжело это не только до узнать кто что должен играть и кто что должен петь все это держать в голове но еще организационные моменты какие-то решать и приятно когда люди музыканты понимая это помогают поддерживают что-то там кто-то сам начинает повторять что-то кто-то там подсказывает что то и какая-то такая сразу теплая остановка когда ты понимаешь что за тобой тыл еще раз спасибо нашим музыкантом я надеюсь что завтра мы просто покажем огонь огненное выступление но глядя на тебя не скажешь конечно что такая силища есть то что очень хрупкая милая обаятельная светлая девушка но признаете тяжело это вот самой всем командовать или в общем то уже свыклась смирилась и идешь так по рельсам уверена нет ну вообще конечно тяжело потому что но действительно очень много вопросов которые приходится решать конечно есть группа поддержки которая помогает это ректор и менеджер и саунд продюсер с которыми работаем которые мне очень им помогает и я безумно счастлива что мы сейчас именно таким составом действительно девчонок я с девчонками уже достаточно давно работаем и как говорил мой папа очень важно чтобы рядом были люди которым с которыми хорошо комфортно несмотря на их талант красоту и все остальное предлагающиеся это вот наверное немаловажный фактор вот сейчас все сложилось именно так и плюс прекрасный бэкграунд сзади красавцы музыкантов гитаристов я так понимаю что конечно и вопрос который наверняка вы не расслышали а бывают и ссоры между вами там какие-то недовольство непонимание он отпадает да или все таки бывают но они решаемы я думаю что когда идет какой-то процесс рабочий всегда это нормально когда возникают какие-то вопросы микрофон поближе пожалуйста про общее общая атмосфера все равно дружелюбная поэтому у нас есть общая цель и смысл нам рассориться чтобы потерять то что у нас одеваются конечно какие-то вот там трения кто-то что-то там обиделся кто-то что-то там не досказал я человек честный открытый я люблю вот чтобы все все сказали кто что хочет кто что как человек честный открытый скажи как вы настю называется когда она вас не слышит хозяйка девочки ну как обстоят дела с поклонниками скажите на сегодняшний день достают одолевают или давайте так скажем а если у них возможность завтра подоставать вас попытаться добиться взаимности расположения даже опоздала и не давали выехать машине цеплялись просто завтра за ноги вот один ваш поклонник сидит за кадром самые преданные самые верные кстати очень обаятельный у вас поклонник надо сказать обаятельный евгений савченко да он приехал из кемеровской области специально для съемок и останется на концерт разумеется до завтра да женя преданный друг поклонник то есть мы уже дружим много лет и жене очень помогает и ведет контролирует многие наши странички в соцсетях вообще я прощаюсь сколько у него всего все диски все съемки то есть женька постоянно что-то выкладывать я думаю боже да была же и такая съемка это откуда это у тебя но это безумно конечно приятно это колоссальная поддержка вообще завтра прилетает наша большая поклонница из испании уже прилетела естественно из ленинграда из санкт-петербурга прошу прощения из кирова да куда еще сейчас мы как раз ехали на эфир вспоминали в общем очень много наших поклонников собирается тех которые выросли на наших песнях и растут это очень конечно приятно это приятно на это вот жене в свое время раз уже заговорили о нем же жалко что вы его не видите как ему удалось добиться расположения как ему удалось вот оказаться уже практически в команде можно и так сказать ну то есть что это нужно было доказать свою любовь каким-то преданностью своей это предложениями помощи и так далее или даже не помнишь как это случилось как он оказался вместе с вами ну в общем да так и получилось нашли друг друга да и списывались потом уже перезванивались и действительно вот я говорю столько информации о нас наверное нет даже у нас только знаешь с ним надо дружить я так думаю что евгений наверно потом напишет еще и историю группа лицей такую большую большую красивую момента основания все годы и так далее мы прервемся совсем ненадолго группа лицей друзья продолжим общение с девочками скоро группа лицей по-прежнему на студии друзья завтра напоминаем большой праздничный юбилейный концерт 25 лет приходите пожалуйста бывший клуб йоту спейс новое название глава грин консерта джунни кит за 11 8 вечера друзья мы вас очень-очень ждем мы сейчас кстати готовы продемонстрировать вам ну лирик видео скажем так и песню синоптики это я так понимаю самая такая крайняя последняя вещь да которая была записана вами на студии а это крайне вот по поводу крайне вот вы считаете тоже что только крайне надо говорить да последнее нельзя использовать я крайне вообще другим ассоциировал я бы лучше говорила последний вот это кстати правильно потому что говорят последние наша новая песня последующая будет обязательно поэтому говорят а вот когда люди боятся горит последнего что крайне так что крайне это уже край да ну в общем так правильно ты сказал нас новая песня синоптики ну давай они что кто автор как когда появилась так далее там подобное да появилась такая песенка вот ее написал нам паша есенин всем известный по моему получилось замечательное сотрудничество и хорошая песня ну вот клип мы еще не сняли в процессе я думаю в скором времени обязательно сделаем но заинтригованы вашим сейчас мы покажем да я только хочу вас спросить а когда вот группа лицей принимает решение записывать ту или иную песню все-таки последнее слово за кем стоит за насть за тобой или или тайное голосование бумажки написали потом посчитали ну последнее слово да за мной кто-то должен принимать окончательное решение но было такое что девочки тебе говорят нет не хотим пить эту песню а ты говоришь надо крошки конечно не было никогда нет на самом деле мы осматриваем много материала и очень много присылают но хороших произвели мало ну пусть присылают все равно да несмотря на то что есть у вас кому предоставлять песни пишут вам друзья внимание смотрите слушайте прямо сейчас а синоптики это вот наша премьера группа лицей перепутал дождь города и улице и ушел к тебе не оставив солнце даже если что-то и не рифмуется даже если что-то и не рифмуется все же слетает язык дождь 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 тебе скажут синоптики мне же считать облака только безоблачное небо в этом городе безоговорочно мы все начать опять чтобы безоблачное небо стало поводом так безостенчиво кого-нибудь обнять мне теперь от солнца сиять ищу лица и разглядывать пешеходов лица и в одном из них может быть и сбудется то что давно хотела я дождь 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 обещали синоптики мне обещали тебя только безоблачное небо в этом городе безоговорочно мы все начать опять чтобы безоблачное небо стало поводом так безостенчиво кого-нибудь обнять дождь дождь где поделиться прием deport центру У вас, во всяком случае, у жителей Москвы и властей столицы, есть прекрасная возможность девочку видеть прям воочию. Красавицы, невероятные умницы. И самое главное, что будет живая музыка, живой состав, будут скрипки, будет все так красиво. Песня музыкально, танцевально. Приходите обязательно на концерт девочек. Завтра начало в 8 вечера. Будет еще и впоследствии выпущен фильм. Завтра будут проходить съемки. Расскажите. Ну да, завтра будет, помимо музыкантов на сцене, будет еще здоровый экран, на котором будут тоже всякие интересные коллаборации из наших фотографий, видео и так далее. С обработками, все очень круто звучит и смотрится вместе. И впоследствии, конечно, это все будет сниматься. И делается какой-то такой исторический фильм про наш юбилей, про то, как мы его, как к нему готовились, как его снимали и как прошел концерт. Так что, если вы вдруг по каким-то причинам, которые вообще, я не могу даже себе представить, не попадете на наш концерт, то... Ну, может быть, просто кто-то, только потому что далеко находится очень и не успеет прилететь сейчас в срочном порядке. Будет возможность потом посмотреть целый фильм, обязательно будет демонстрация. Да, да. Девочки, если вас попросить вот так вот коротенечко дать определение группе лицея, каждую из вас хочу попросить. Вот группа лицея это... Что вы скажете? Я уже говорила сегодня, что группа лицея это моя жизнь. Это Анастасия Макаревич. Что скажет Софья? Лучшие 25 лет. Группа лицей это семья. Класс. А для меня группа лицей... Меня тут недавно научили новому слову хайпить или хайп, что-то такое. Это значит отжиг, отрыв, что-то такое безумное такое. И я вспоминаю, да, вспоминаю там, и как начиналась группа, и как они, девчонки, отжигали и выходили, как мы сейчас к этому уже идем. Для меня это хайп. Я надеюсь, что завтра будет хайп, потому что мы будем играть, петь, орать во все горло и с вами вместе радоваться. Ну, вы, конечно, абсолютно уникальны. Знаю, как твой папа задумал эту группу, чтобы она была не похожа ни на что. Это на самом деле так и есть. Ни на одну группу музыкальную, ни девичью, ни мальчуковую. Тем более, конечно, вы по сей день никто не смог даже не спародировать вас, не занять тем более ваше место, потому что, да, какая-то особая магия, какая-то совершенно особая музыкальная волшебная история. Что вы сами себе пожелаете, пожелаете группе лицей? Пусть впереди еще годы-годы, еще 25, еще 25. Мы надеемся еще обязательно отписать у вас на 50-летие, потом, может быть, и 60-летие группы. Ой. Ну что вы, сейчас же можно будет сделать пластику потом и так далее. Ничего, да, да, конечно. Или у вас нисколько не изменились. Будем начинать с этой. Ну, я вот пожелаю, наверное, группе именно этого, чтобы вот этот внутренний запал, он не пропадал, не менялся и двигал вперед. И чтобы наши поклонники имели возможность развиваться вместе с нами на нашей музыке и продолжать ее слушать. Да, это очень верные слова, я присоединяюсь, потому что, когда ты занимаешься... Вообще самое большое счастье в жизни — это заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Вот у нас так и происходит. И пусть это длится действительно как можно дольше, потому что, когда ты в своей вот этой струе, ты счастлив, ты молод, ты жизнь прекрасна. Ну и, конечно, пожелаю нам завтра прекрасного концерта. Слушай, ну ты что пожелаешь? Я хочу пожелать нашей группе побольше интересных экспериментов с музыкантами, побольше интересных выступлений, концертов. И хотелось бы пожелать нам вторую осень. Все понятно, о чем ты, да. Такую вторую песню, которую... Вторую песню, да, которая бы вдохнула... Да ладно, это и достаточно. Ну, в общем, да, Настя, я с тобой согласна. Достаточно, но пусть будет. Желаю нам. Желаю искренне. Ну давайте еще раз, девочки, пригласим всех подробно, куда, во сколько, что. Я думаю, что уже все готовы записать еще раз адрес, готовы записать еще раз время и место встречи. Дорогие друзья, 31 августа. Завтра. Последний день лета. 8 вечера. Орджоникидзе 11. Главклаб, грин-концерт, бывшая Йота Спейс. Хорошо выучила. Я поняла почему-то. Браво, девочки. Спасибо вам большое. Очень ждем. Ждем вас, друзья. Мы вас искренне поздравляем. Всем коллективам. Спасибо. Огромные, многомиллионы вашей армии поклонников. Мы поздравляем. Долголетие. Оставайтесь такими же красивыми, светлыми, лучистыми, необыкновимыми, совершенно неподражаемыми. Правда, от всей души примите наши поздравления. И мы всегда рады. Ждем новых песен. И ура, с праздником. Спасибо большое. Спасибо, Рик, до встречи. Группа «Лицей» сегодня была в гостях. У нас Анастасия Макаревича, Анастасия Березовская и Софья Та. До встречи, друзья. Смотрите, слушайте Странной ФМ. Мы завтра обязательно на концерт группы «Лицей». Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну.